7 сентября в наш город доставлен ковчег с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской. До 10 сентября жители Воркуты имели возможность поклониться мощам Блаженной Старицы сначала в Свято-Иверском храме, потом в храме Архистратига Михаила. С раннего утра к церкви Свято-Иверской иконы Божьей Матери стекались православные воркутинцы, чтобы попросить защиты у одной из наиболее почитаемых в России святой. Эту хорошую весть нам рассказали неделю назад, что привезут мощи Святой Матроны. Вообще всегда к ней относилась с большим уважением, поэтому готовились за это заранее. Вот ребенка подняли в полседьмого утра, мы родились чуть-чуть так, ну ослабленные, а сейчас еще зубки лезут и пошли попросить только здоровья, только здоровья для ребенка, для его мамочки, папочки, а будет здоровье и будет все остальное. Матрона родилась в 1881 году. О ее богоизбранности первым поведал отец Василий, крестивший девочку. Когда малышку опустили в купель, над ней поднялся ароматный столб. В конце 19 века в Кронштадтском соборе она встретила святого праведного Иоанна Кронштадтского. По преданию, по окончании службы он попросил прихожан раступиться перед проходящей к солье Матроной и громко сказал, «Матронушка, иди, иди ко мне, вот идет моя смена, восьмой столб России». По милости Божией и по благословению епископа Сыктывкарского-Воркутинского в наш город Воркуту приехала частица мощей Матушки Матроны. Два дня будет в Свято-Иверском храме, два в Михаило-Архангельском храме. И мы видим, что как и тогда, так и сейчас, Святая Старица приводит людей к Богу. Многие сегодня приходят к ней с молитвой и заступничеством, как когда-то в те далекие годы. И мы видим в этом промысел Божий, чтобы по молитвам Святой Блаженной Матроны Господь укрепил на всех и избавил от всякого зла. Незадолго до своей кончины Матушка Матрона сказала, «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Спасибо Господи, братья и сестры. Сейчас мы подходим к раке с частицей мощей, прикладываемся с молитвой к ней и помазываемся. Божие вам всем благословения. Протоиерей Максим Козлов сказал, Святые слышат нас в любом месте. Если обстоятельства жизни не позволяют вам добраться до Покровского женского монастыря в Москве, не убивайтесь из-за этого слишком сильно. Святая примет ваши молитвы и там, где вы живете. Вячеслав Ирин, Денис Кораблев, ТВ Гало, Воркута.